Музыка Давай покажем, как ты ходишь, пытаешься. Давай? С поддержкой, с маминой, да? Раз, два. Каждый свой шаг 4-летний Юра делает с радостью, даже несмотря на болевые ощущения. От своего выносливого сына, жительница Белогорска Оксана Бородина, не отходит ни на минуту. Он ее долгожданный первенец. Правда, появился на свет мальчик в компании с диагнозом двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП. Это все от головы. У него нарушение левой части головного полушария. То есть левое полушарие поражено, которое отвечает за двигательную систему. То есть интеллект у него сохранен, все понимает, а в двигательной системе у нас не есть все хорошо. Изначально прогнозы были неутешительными, но вопреки им маленький Юра не только выжил. Научился сидеть, ползать и говорить. Хороших результатов удалось добиться благодаря постоянному лечению. Две операции в Калининграде, курс реабилитации с массажем, уколами и ЛФК в Харбинской клинике. Сейчас медики считают, у Юры есть физический потенциал. Китайские врачи говорят, что Юра будет ходить, что у него, у ребенка хорошая есть перспектива на то, что он будет полноценным ребенком. Просто не будет это все так быстро, это лечение очень долгое. Если начать быстро его лечить, как попало, у него будет походка не очень хорошая. И китайцы сказали, что вы все равно к нам будете ездить для того, чтобы эту походку потом менять. 20 июня Юру вместе с мамой ждут в китайской клинике. Очередной курс лечения обойдется в 790 тысяч рублей. Около 500 тысяч уже собрали, но даже остаток суммы для Бородиных неподъемный. Отец Юры из семьи ушел. Теперь они живут только на бабушкину пенсию и пособие сына по инвалидности. 13 июня у мальчика день рождения. Лучшим подарком может стать ваша помощь. Регвизиты для перечисления средств на ваших экранах и на нашем сайте tv-город.рф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова